Мы сегодня рассматриваем третью главу книжки Пикока, которая посвящена прошлому. В данной главе Пикок рассматривает некоторые аспекты проблемы интеграции относительно знания прошлых событий. В частности, здесь Пикок рассматривает такие вопросы, как вопрос о том, что значит понимать утверждение о прошлом, как условия истинности утверждений в форме прошедшего времени связаны с этим пониманием, и как с этим пониманием связаны условия знаний, утверждений в форме прошедшего времени. В первом параграфе третьей главы Пикок разъясняет роль принципа тождества, свойств, от которой property identity link, в том, как мы мыслим прошлое. Принцип тождества, свойств Пикок сформулировал еще в конце второй главы. Я напоминаю, что принцип тождества, свойств представляет собой естественное обобщение случаев наподобие следующего. Значит, мысль или высказывание «Вчера шел дождь, истина тогда и только тогда, когда вчерашний день обладал тем же свойством, которым должен обладать сегодняшний день, чтобы мыслить, чтобы мысль или высказывание в форме настоящего времени «Сейчас идет дождь» были истинными при оценке относительно сегодня, сегодняшнего дня». Принцип тождества, свойств обобщает сказанное здесь о мыслях или высказываниях «Вчера шел дождь, и сейчас идет дождь» на все соответствующие мысли или высказывания «Вида вчера было так, что а, и сегодня дело обстоит так, что а». То есть, собственно, данное обобщение Пикок и называет принципом тождества, свойств. Принцип тождества, свойств тесно связан с другим известным в литературе принципом, который называется «Принцип тождества истинностных значений». Это вот то, что в книжке у него «Truth value link». Этот принцип обобщает случаи наподобие следующего. Мысль или высказывание «Вчера шел дождь, истина тогда и только тогда», когда тип предложений или тип мысли «Сейчас идет дождь» истинен при оценке относительно вчерашнего дня. Принцип тождества, свойств, в принципе, эквивалентен принципу тождества истинных значений в соответствии с допущением о единообразии, которое Пикок формулирует примерно следующим образом. Для любого открытого во временном плане предложения А или соответствующего мыслительного содержания А существует такое свойство, что для любого момента времени Т выражение «Сейчас А» является истинным при оценке относительно Т, если и только если Т обладает этим свойством. Принцип тождества, свойств, непосредственно влечет за собой принятие принципа тождества истинностных значений, хотя обратное не так уж и очевидно. То есть, проще говоря, не очевидно, что принцип тождества истинностных значений предполагает принятие антологии свойств. И в основу своей концепции Пикок кладет именно принцип тождества свойств. Почти все согласны, что эквивалентные суждения, иллюстрирующие принцип тождества свойств, являются истинными. Однако их истинность не решает некоторые другие важные вопросы. В частности, вот эти перечисленные здесь три вопроса. Во-первых, остается открытым вопрос о том, является ли истинность таких суждений производной от чего-то еще, или же истинность таких суждений имеет примитивный статус. Во-вторых, остается открытым вопрос о том, объясняет ли что-нибудь принцип тождества свойств сам по себе, и если объясняет, то что именно. И в-третьих, если принцип тождества свойств действительно объясняет некоторые аспекты лингвистического понимания и обладания понятиями, то природа этого объяснения также нуждается в разъяснении. Ну и, соответственно, с этими вопросами Пикок пытается разобраться далее в том числе. Далее Пикок рассматривает, для решения каких объяснительных задач может использоваться принцип тождества свойств. Он выделяет две основные такие задачи. Значит, первая задача – это задача объяснить, в принципе, нашу способность думать о прошлом. Использование принципа тождества свойств для решения этой задачи Пикок называет использованием, объясняющим предметную область. Но сам по себе принцип тождества свойств эту задачу не решает. Поэтому эта задача как бы не так важна. А другая объяснительная задача состоит в том, чтобы сказать, что конститутивно связано с пониманием или схватыванием предикатов прошедшего времени. Такое использование принципа тождества свойств Пикок называет соединяющим использованием, bridging use, и оно как раз Пикока интересует больше всего. Конкретный вариант соединяющего использования, который далее рассматривает Пикок, это утверждение о том, что понимание предложений типа «вчера шел дождь» частично состоит в обладании той информации, которая дана в самом принципе тождества свойств. А именно той информации, что эта мысль в форме прошедшего времени «вчера шел дождь» истинно в том случае, когда вчерашний день обладал тем же свойством, которым должен обладать сегодняшний день, чтобы было истинным, что сегодня идет дождь. Ну и, соответственно, далее Пикок понимает под соединяющим тезисом bridging claim именно такой объяснительный тезис относительно понимания, причем взятый в обобщенном виде для любых способов мышления, о прошлом и для любых свойств времен. Некоторые особенности соединяющего тезиса. Соединяющий тезис, во-первых, не является тезисом о природе свидетельств в пользу утверждений в форме прошедшего времени, а также не является тезисом о манифестации понимания, хотя, безусловно, все это должно рассматриваться любой теорией, которая содержит в себе соединяющий тезис и опирается на него. Соединяющий тезис сам по себе направлен лишь на то, чтобы объяснить природу понимания предикации в форме прошедшего времени. Далее Пикок переходит к рассмотрению достоинств соединяющего тезиса и связанных с ним обязательств. Значит, Пикок выделяет два главных достоинства соединяющего тезиса. Первое достоинство заключается в том, что соединяющий тезис влечет за собой, а также объясняет, почему, если кто-то понимает слово «вчера», а также понимает предложение «сегодня дело обстоит так, что а», то он также способен понять предложение «вчера было так, что а». Причем это объяснение работает для любого оператора прошедшего времени, а также для любого содержания «а», будь то данные наблюдений, теоретические данные или любые другие, к которым могут применяться временные операторы. Второе достоинство соединяющего тезиса заключается в том, что он сам по себе оставляет полностью открытым вопрос о том, какие свидетельства могут устанавливать истину с осуждений формы «вчера было так, что а». И в большинстве случаев задача установления таких свидетельств, служащих подтверждением утверждений в форме прошедшего времени, является задачей чисто эмпирического характера. И хорошая теория должна давать такое объяснение, однако дать такое объяснение не является задачей соединяющего тезиса самого по себе. Ну и еще у сторонника реалистской позиции может возникнуть соблазн добавить, что у соединяющего тезиса есть еще и третье достоинство, а именно этот тезис позволяет суждению формы прошедшего времени быть истинным, даже если в поддержку этого суждения нет и никогда не появится никаких свидетельств. Пикок, в свою очередь, отмечает, что соединяющий тезис действительно должен подразумевать принятие некоторой формы реализма. Подробнее вопрос о реализме будет рассматриваться в следующих параграфах, в разделах этой главы. То есть об этом я еще скажу. Что касается обязательств, связанных с соединяющим тезисом, то они, согласно Пикоку, должны быть существенными. То есть понятие свойства, которое используется в формулировке принципа тождества свойств, необходимо принимать всерьез. Так, если настоящее время и какое-то прошедшее время могут иметь одно и то же свойство, например, свойство быть временем, когда идет дождь, то должен существовать некоторый уровень описания видов, на котором эти времена являются объектами одного и того же рода. Точно так же положение дела «сейчас идет дождь» и положение дела «вчера шел дождь» на некотором уровне описания являются положениями дела одного и того же типа. Ну и то же самое должно быть справедливо для тождества пространственных или интерперсональных свойств при объяснении суждений о других местах и о других людях. Пикок, ввиду ненадобности, не дает подробного рассмотрения того, какое понятие свойства требуется для корректной формулировки принципа тождества свойств. Он лишь отмечает, что для задач данной головы будет достаточно некоторых интуитивных суждений о тождестве и различий определенных свойств, которые у нас уже имеются до теории. И полезна будет идея о том, что время, обладающее определенным свойством, может фигурировать в определенных видах причинного объяснения. Пикок также отмечает, что любое понятие свойства, подходящее для принципа тождества свойств, должно быть достаточно общим. При этом, соединяющий тезис не должен сопровождаться тезисом о том, что кто-то может выносить суждения о настоящем, но при этом не способен выносить суждения о прошлом. Тот, кто способен к объективному мышлению о настоящем, должен, по-видимому, быть способен и к мышлению о прошлом. Таким образом, с точки зрения принципа тождества свойств, нет обязательства концептуальной независимости мысли о настоящем от мысли о прошлом. Соединяющий тезис устанавливает конститутивную связь между пониманием предикатов о настоящем и пониманием предикатов о прошлом. И существование этой связи подтверждает то, что понятия настоящего и прошлого являются однопорядковыми понятиями. То есть ни одно из них не имеет концептуального приоритета над другим. Таким образом, мы имеем здесь пример локального холизма. В этой связи Пикок считает полезным сравнить использование принципа тождества свойств для прояснения суждения о прошлом с использованием этого принципа для прояснения суждений о других местах. Так, имплицитное знание следующего частично конституирует понимание суждения о других положениях. Чего следующего? Вот этого. Мысль или высказывание в 10 милях к востоку отсюда идет дождь. Истина тогда и только тогда, когда место в 10 милях к востоку отсюда обладает тем же свойством, которое требуется для места здесь, чтобы мысль или высказывание «здесь идет дождь» было истинным. В контексте представленного примера было бы странно считать, что существует какая-то концептуальная независимость идеи текущего местоположения от идеи других местоположений. Действительно, идея текущего местоположения и идея других местоположений либо схватываются одновременно, либо не схватываются вообще. Точно так же возможно соединяющее использование принципа тождества свойств, при котором не отдается никакого объяснительного приоритета к текущему местонахождению того, кто выносит суждение или тому моменту времени, в котором он думает или говорит. Кажется, у меня опечатка на слайде. Ну ладно. Наиболее оправданным использованием принципа тождества свойств является такое, при котором понимание предикатов других мест и времен подразумевает объяснительную связь не с конкретным временем или местом, а скорее с типом способа мышления о месте или времени, то есть типом «сейчас» или типом «здесь». А я перелистнула слайд. Нет. Переход от объяснительного приоритета типов мышления о местах и времени к приоритету конкретного места или времени был бы неправомерным. Такой переход, по сути, был бы переходом от уровня смысла к уровню референции. Ну вот и теперь, когда мы поняли, что соединяющий тезис на самом деле является тезисом о смысле и понимании, а не тезисом о референции, нам следует усовершенствовать нашу исходную формулировку принципа тождества свойств. Этот тезис должен объяснять, как получается так, что наше сегодняшнее понимание предикации в форме прошедшего времени опирается на тот же принцип тождества свойств, на какое вчера опиралось на вчерашнее понимание предикации в форме прошедшего времени. И формулировка, отвечающая этому требованию, будет такой. Для любого времени t и высказывания или мысли у, происходящих в t, что в сигму идет дождь, у истина, если и только если время, к которому отсылает сигма в t, обладает тем же свойством, которым должно обладать любое время для того, чтобы высказывание «сейчас идет дождь» было истинным относительно этого времени t. Пикок отмечает, что этот принцип является универсальным и его можно использовать для разных времен, избегая всякой двусмысленности. Ну и, соответственно, пространственный аналог этого принципа может также использоваться в разных местах. Ну, пространственный аналог, соответственно, если мы вот в данной формулировке все предикаты времени поменяем на предикаты пространства. Далее Пикок пытается прояснить, что значит сказать, что понимание принципа тождества свойств частично конституирует понимание. Можно было бы сказать, что конститутивность возникает потому, что способность выносить суждения о настоящем возможна без способности выносить суждения о прошлом. И поэтому понимание настоящего времени философски предшествует пониманию прошлого. Однако Пикок специально отрицает подобную модальную независимость. Более того, в связи с тезисом о конститутивности возникает еще одно затруднение. Так, в качестве одного из достоинств соединяющего тезиса Пикок указал, что этот тезис объясняет, почему если кто-то понимает слово «вчера», а также понимает предложение «сегодня идет дождь», то он также способен понять предложение «вчера шел дождь». Но должно ведь, по идее, быть верным и обратно. Если кто-то понимает слово «сегодня» и понимает предложение «вчера шел дождь», то он также должен быть способен понять предложение «сегодня идет дождь». То есть зависимость может работать и туда, и сюда. Где же тогда свидетельство в пользу асимметрии, которая как будто бы обязательно должна иметь место, если тезис о конститутивности принципа тождества свойств верен? Пикок отвечает на это, что если понимание состоит в определенном виде схватывания условий истинности, то тезис о том, что имплицитное знание принципа тождества свойств частично конституирует понимание прошлого, нужно понимать как тезис о том, что существуют такие характеристики схватывания условий истинности, которые принцип тождества свойств должен объяснять. Таким образом, аргумент в поддержку соединяющего тезиса должен указывать на то, что соединяющий тезис дает лучшее объяснение, понимание предикации в форме прошедшего времени. То есть здесь основным, ключевым является именно требование объяснения. Далее Пикок переходит к рассмотрению одного общего структурного аспекта, в котором соединяющий тезис превосходит некоторый класс конкурирующих гипотез, и который обосновывает асимметрию, вот как раз которая, как только что было показано, является следствием соединяющего тезиса. Значит, что это за конкурирующие гипотезы? В соответствии с конкурирующими гипотезами, понимать предикаты прошедшего времени значит иметь некоторую информацию о том, что значит для любого данного временного предиката быть истинным для некоторого произвольного времени. В соответствии с конкурирующими гипотезами, эта информация, в отличие от соединяющего тезиса, не придает никакой особой объяснительной роли способу мышления в форме настоящего времени. Скорее подразумевается существование некоторого информационного состояния, которое можно произвольным образом применить к любому времени, о котором выносятся суждения, независимо от того, дается ли это время как настоящее, как прошлое или так, что его отношение к настоящему неопределимо. Вот эти гипотезы Пикок называет гипотезами безразличия. С этими гипотезами есть некоторые проблемы. Проблема с гипотезами безразличия, в частности, связана с тем, что нельзя точно сказать, каким должно быть содержание постулируемого ими информационного состояния. То есть, по идее, это должно быть что-то такое, что наряду с правильным пониманием перцептивных демонстративов и терминов наблюдения дает определенное условие истинности для произнесения, например, предложение в форме настоящего времени этот лист бумаги имеет примерно прямоугольную форму. Тогда возникает вопрос, какое содержание информационного состояния может дать условия для понимания высказывания в форме настоящего времени этот лист бумаги имеет примерно прямоугольную форму и вариантов этого высказывания в форме прошедшего времени. Какими могут быть соответствующие условия истинности? Ну, едва ли такими условиями истинности может быть обладание некоторой нереализуемой способностью отправиться в прошлое и проверить, были ли вчера выполнены соответствующие условия для такой предикации. И даже если бы кто-то мог путешествовать назад во времени, то то, что он при этом смог бы проверить, было бы как раз в то прошедшее время, в которое он отправился, мыслями, сформулированными в форме настоящего времени. Защитник гипотезы безразличия мог бы ответить на это, что даже если это объяснение понимания не проходит, не подходит, то, по крайней мере, предикация о форме прошедшего времени подразумевает, что рассматриваемый объект имеет те же свойства, наличие которых подтверждается выполнением соответствующих условий в настоящее время. Однако ответить так, по сути, равносильно тому, чтобы принять соединяющий тезис. Которые, по идее, гипотезы безразличия должны отвергать. Значит, для защитника гипотезы безразличия есть альтернативный путь, а именно предположить, что информационное содержание может иметь следующую природу. Это содержание, которое требует истинности, ряда контрфактических высказываний, в то время, о котором говорится в содержании, в этом информационном содержании. Значит, Пикок на это отвечает, что как раз следующий раздел главы как раз будет посвящен демонстрации того, что, во-первых, обращение к контрфактическим высказываниям не является ни необходимым, ни достаточным для того, чтобы содержание формы в прошедшего времени было истинным. И, во-вторых, что когда истинностные значения таких контрфактических высказываний совпадают с истинностным значением содержания, то это происходит только лишь потому, что одновременно выполняются условия, которые объясняются соединяющим тезисом. Ну и поэтому Пикок решается сделать предварительный вывод, что соединяющий тезис имеет структурное преимущество перед гипотезами безразличия. Да, и вот здесь мы переходим ко второму разделу параграфа. «Истина в прошедшем времени немного метафизики». Тут я что-то опять забыла перериснуть слайд. Значит так, в следующем параграфе Пикок рассматривает некоторые вопросы, связанные с условиями истинности высказываний и суждений в форме прошедшего времени. Значит, высказывания в форме прошедшего времени, например, высказывания «вчера было так, что А» не могут быть редуцированы к контрфактическим высказываниям. Не могут по тем же причинам, по которым это невозможно для аналогичных высказываний в форме настоящего времени. Высказывание «вчера в таком-то месте произошло событие типа F» не может объясняться как обозначающее, если бы кто-то был вместе в том месте, он обнаружил бы или смог бы обнаружить, что там происходит событие вида F. Эти два высказывания не являются эквивалентными, и они не являются эквивалентными по двум причинам. Во-первых, присутствие наблюдателя может повлиять на то, произойдет или не произойдет событие рассматриваемого рода. Если присутствие наблюдателя окажет влияние на возникновение события, то, соответственно, эта эквивалентность не будет иметь места. Иначе говоря, контрафактическое высказывание может быть истинным, а утверждение формы прошедшего времени – вложным. И наоборот. Во-вторых, даже когда нет взаимовлияния между присутствием наблюдателя и соблюдением некоторого условия, совпадение истинностного значения между утверждением формы прошедшего времени и его предполагаемой контрафактической интерпретацией все равно не нивелирует разницу между ними. Истинность утверждения формы прошедшего времени обладает определенным приоритетом, потому что способствует сама по себе объяснению того, почему является истинным контрафактическое утверждение, когда оно, собственно, является истинным. Вот такая разница сама по себе исключает анализ утверждения формы прошедшего времени в терминах контрафактического высказывания. Ну и Пикок резюмирует вот эту мысль тезисом о том, что утверждения в форме прошедшего времени являются равнокатегорическими, equi-категорику, со своими аналогами в форме настоящего времени. Пикок назвает данный тезис тезисом о равнокатегоричности. А тезис о равнокатегоричности не является изолированным, он вытекает из всего вышеизложенного. В частности, он следует из принципа тождества свойств. Например, из принципа тождества свойств следует, что если утверждение в форме настоящего времени не должно подвергаться контрафактическому анализу, то и его аналог в форме прошедшего времени тоже не должен подвергаться контрафактическому анализу. А если бы было наоборот, то делая утверждение в форме прошедшего времени, мы приписывали бы рассматриваемому прошедшему времени не то же самое свойство, что и настоящему времени в соответствующей версии этого утверждения в форме настоящего времени, что напрямую противоречит принципу тождества свойств. И наоборот, мы можем в равной степени утверждать, что тот, кто настаивает на контрфактическом анализе утверждения формы прошедшего времени, будет вынужден отказаться от принципа тождества свойств, если аналог того же утверждения в форме настоящего времени не будет тоже подвергнут контрфактическому анализу. Точно так же, если наше понимание утверждений в форме прошедшего времени проясняется благодаря соединяющему тезису, то отсюда становится понятным, почему мы считаем, что присутствие наблюдателя может повлиять на то, произойдет ли некоторое событие в определенном месте и в определенное время. А Пикок рассматривает в качестве примера для этого всего утверждения «Вчера в полдень на этой стене сидела белка». Вот это утверждение является истинным при условии, что вчерашний полдень обладал тем же самым свойством, которым должен обладать сегодняшний день, чтобы сегодня в полдень на той же стене сидела белка. Причем Пикок утверждает, что вчерашний день обладал бы этим свойством даже в том случае, если бы белка испугалась наблюдателя и не появилась бы на той стене. Наши интуитивные суждения о возможности таких примеров хорошо объясняются гипотезой о наличии у нас имплицитного знания принципа тождества свойств. Имплицитное знание принципа тождества свойств и его следствий обобщает различные характеристики того, как мы вообще понимаем прошлое. Если у нас есть имплицитное знание, содержание которого влечет за собой, что высказывания в форме прошедшего времени равнокатегоричны своим аналогам в форме настоящего времени, то мы способны понять, что выполнение в прошлом в некоторых категорических условиях может объяснить прошлое восприятие других людей, а также определять содержание их воспоминаний. Мы также способны понять, как именно это позволяет исправлять наши собственные воспоминания. И причем все это непосредственно содержится в той концепции прошлого, которая согласуется с принципом тождества свойств. Пикок отмечает, что то, что было проиллюстрировано на примере с белкой, которая появляется или не появляется на стене в зависимости от присутствия или отсутствия наблюдателя, подрывает все формы феноменализма, а также все формы верификационизма, идеализма и антиреализма в отношении значения утверждения о прошлом. Ну и здесь Пикок в качестве примера приводит цитату из «Критики чистого разума Канта», но поскольку вот этот разбор является сугубо историко-философским, я этот момент пропускаю и перехожу сразу к следующему примеру, другим примером здесь является как раз антиреализм Криспина-Райта. Несводимость категорического к условному вкупе с тезисом о равнокатегоричности отрицательно сказывается на версиях темпорального антиреализма Криспина-Райта, как говорит Пикок. Значит, у Райта несколько таких версий. Одна из этих версий может быть резюмирована следующей формулировкой. Факты всегда таковы, кем они были бы установлены, если бы была использована возможность их проверить. Зату-версию антиреализма Райт назвал в принципе «когда-нибудь». Да, через слэш. Действительно, в тех случаях, когда присутствие наблюдателя влияет на наблюдаемые инфакты, такое антиреалистское объяснение истины или фактов не срабатывает. То, что было бы установлено в качестве имеющего места, если бы была использована возможность осуществить проверку, не является тем, что имело бы место, если бы эта возможность не была использована. По тем же причинам несводимость утверждений в форме настоящего времени о других местах к контрфактическим утверждениям подрывает такие версии антиреализма, какие Райт называет в принципе «сейчас» и в принципе «сейчас» или «в будущем». Опять же, принцип тождества свойств не будет соблюдаться в антиреалистских подходах, если условия истинности в настоящем времени для утверждений о воспринимаемых сейчас объектах даны корректно, но при этом предикации объекта в форме прошедшего времени и настоящего времени в других местах объясняются в терминах контрфактического анализа. В этой связи Пикок получает возможность выделить еще одно достоинство соединяющего тезиса. А если у вас имеется определенный тип значения для высказываний в форме настоящего времени, и вы хотите определить тип значения для высказываний в форме прошедшего времени, а еще хотите сохранить тождество истинностных значений, связывающие эти два времени, вам нужно показать, что все эти три вещи не противоречат друг другу. В противном случае вы, по сути, получите три уравнения с двумя переменами. У антиреалистов вот как раз и возникают проблемы с непротиворечивостью такого рода. В частности, Райту для решения этой проблемы приходится прибегать к двойной индексации. Соединяющий тезис же, в свою очередь, гарантирует нам согласованность и непротиворечивость как раз такого рода. Равнокатегорический характер утверждений формы прошедшего времени и их эквивалента в форме настоящего времени также является необходимым условием для еще одного феномена, а именно феномена независимости истин о причинности и объяснении от точки зрения. В этой связи кто-то мог бы возразить, что временные способы представления являются исключением из принципа независимости причинно-объяснительных утверждений от точки зрения, которые справедливы для всех остальных способов представления. Но вот такая критическая позиция столкнется с тремя проблемами. Первая проблема. Возникнет необходимость объяснить, почему наши мыслительные практики совершенно не согласуются с такой позицией. Во-вторых, такой подход окажется несогласованным или рассогласованным с теорией относительности. Это довольно любопытный момент. Согласно теории относительности, то, какое событие происходит раньше другого, зависит от системы отсчета. Если принять позицию, что причинное и объяснительное отношение зависят от системы отсчета, то мы получим следующее нежелательное следствие. Допустим, два агента думают об одном и том же событии Е двумя разными способами. Способом М1 и способом М2, где использование способа М1 означает думать о Е в форме настоящего времени, а использование способа М2 означает думать о Е в форме прошедшего времени. Тогда первый агент может думать, что возникновение М2 приводит к тому, что П, второй агент может думать, что возникновение М2 не привело к тому, что П, и оба могут быть правы. Представляется, что вот такие релятивизации подрывают сами понятия причинности и понятия объяснения. Ну и здесь еще возникает третья проблема. Сторонник такой критической позиции, как я описала в самом начале, должен объяснить, как и почему причины и объяснения зависят от модусов представления времени, а также указать принципы, задающие существование различий, связанных с темпоральным модусом представления. Равнокатегорический характер утверждений в форме прошедшего времени с их эквивалентами в форме настоящего времени влечет за собой то, что никакие качественные условия в настоящем времени никогда не являются конститутивно и окончательно достаточными для возникновения событий определенного вида в каком-то конкретном месте в какое-то прошедшее время. Принцип равнокатегоричности гарантирует, что качественные условия настоящего времени никогда не будут достаточными в указанном смысле. Действительно, в случае утверждения в форме настоящего времени о том, что некоторые события данного вида происходят в определенном месте, мы ясно видим, что это утверждение могло бы быть сложным, даже если бы имели место все условия, которые обычно являются следствиями соответствующего события. И наоборот, легко увидеть, что аналогичное утверждение в форме настоящего времени может быть истинным при отсутствии обычных следствий соответствующего события, поскольку любая цепь причин и следствий может быть блокирована. Отсюда при этом не следует, что тезисы равнокатегоричности делают утверждения о прошлом эпистемологически более проблематичными. Напротив, принцип равнокатегоричности является необходимым условием для того, чтобы считать утверждения о прошлом верифицируемыми посредством личной эмпирической памяти, подобно тому, как утверждения в форме настоящего времени о чувственно воспринимаемом мире являются верифицируемыми посредством восприятия. Ну и мы должны иметь возможность представить прошлые состояния дел как обладающие причиной силы производить опыт, который, в свою очередь, производит более поздние воспоминания об опыте. И, конечно, при условии наличия у нас надежного когнитивного аппарата. И здесь позиция Пикока снова идет вразрез с позицией Райта, которые считают, что, по крайней мере, некоторые высказывания о наблюдении могут фактически быть верифицированы, в то время как утверждения о прошлом не могут быть фактически верифицированы. Ну, в принципе, не могут быть. Значит, концепция фактической верификации Райта, на которую он опирается, делая вот такое утверждение, строится вокруг процедуры, которая в том случае, когда она проводится и дает основания для производства некоторого утверждения, имеет такое свойство, что если вот это утверждение, которое производится в результате этой процедуры, все же оказывается ложным, то причина ложности этого утверждения заключается в том, что оказались ошибочными какие-то обязательства, связанные с признанием данной процедуры правильно проведенной. Получается, что основания для сомнений в сделанном утверждении должны также быть основаниями для сомнения происхождения этого утверждения. Ну и применительно к утверждениям наблюдения критерии Райта конкретизируются следующим образом. Когда система восприятия производит опыт, который неправильно представляет окружающую среду агента, обязательства того, кто принимает утверждение на основе соответствующей процедуры восприятия, не выполняются. Что отвечает на это Пикок? Значит, во-первых, Пикок считает критерий Райта вполне себе правомерным, но Пикок выражает непонимание, почему этот критерий, если он принят, не позволяет нам осуществлять фактическую проверку утверждения о прошлом с помощью воспоминаний о прошлом опыте. Казалось бы, почему бы и нет. Значит, Райт считает, что в принципе не может существовать таких доступных в настоящее время положений дел, которые позволяли бы нам непосредственно верифицировать некоторые утверждения о прошлом, даже при условии, что агент внимательно, осмысленно и избегая ошибок восприятия, наблюдал достаточное количество таких положений дел. Пикок считает обратным образом. Он считает, что такими верифицирующими положениями дел, во-первых, не существуют, а во-вторых, ими как раз и являются воспоминания о прошлом опыте. Да, ну, конечно, при условии, что к критериям Райта, вот этому критерию внимательности, осмысленности и избегания ошибок, восприятие добавляется при этом дополнительный критерий, критерий избегания ошибок памяти. Соответственно, согласно Пикоку, при выполнении всех этих четырех условий, память о прошлом дает нам доступ в настоящем времени к положениям дел, которые уже не имеют места в настоящем времени, то есть к прошлому. Более того, тот факт, что Райт по-разному относится к восприятию и к эмпирической памяти, поднимает еще один общий вопрос относительно понимания, то есть относительно того, что вообще Райт понимает под пониманием. То есть какое объяснение того, как мы понимаем прошлое, согласовывалось бы с идеей Райта о том, что опровержение утверждений формы прошедшего времени посредством появления новых свидетельств исключает возможность подлинной верификации утверждений прошедшего времени. Для утверждений о прошлом, в отличие от других типов утверждений, трудно указать какое-либо дополнительное условие истинности, которое при этом отвечало бы трем следующим условиям. Первое условие, чтобы оно имелось для любых высказываний формы прошедшего времени, просто потому, что они являются высказываниями в форме прошедшего времени. Во-вторых, чтобы признание его наличия было конститутивным для понимания прошлого. И в-третьих, чтобы оно не сводилось только к доступности воспоминаний наблюдателю, который имеет все необходимые для верификации прошлого, все необходимое для верификации прошлого события. Ну и, соответственно, Пикок делает очень простой вывод, что таких независимых от памяти и от опыта дополнительных условий истинности просто не существует. Они все так или иначе являются эмпирическими, причем все они в конечном счете опираются на принцип тождества свойств, который дан форме соединяющего кезиса. Таким образом, если нет никаких дополнительных условий истинности, то у нас возникает соблазн сделать вывод, что тот, кто считает, что эмпирическая память о прошлом опыте не верифицирует утверждение в форме прошедшего времени, тот остается вообще без объяснения того, как мы понимаем прошлое и утверждение в форме прошедшего времени. Далее Пикок ставит вопрос, почему исследователям кажутся привлекательными верификационистские и контрафактические объяснения значения утверждения в форме настоящего и прошедшего времени. Здесь Пикок выделяет две возможные причины. Значит, первая причина, первая мотивация может заключаться в особом способе прочтения проблемы манифестации Даммита. Согласно точке зрения Даммита, значение должно исчерпывающе определяться употреблением и таким образом для любого конкретного значения, которое мы приписываем выражению, мы должны быть в состоянии дать философское объяснение употребления, которое легитинировало бы это присвоение значения. Конкретная форма проблемы манифестации для случая понимания прошлого состоит в том, что смысл содержания в высказывании в форме прошедшего времени должны быть фундаментально определены преднамеренными реакциями агента на наблюдаемые или разрешимые обстоятельства. Пикок отмечает, что в действительности для того, чтобы избежать проблемы манифестации, значение необязательно должно определяться из реакции агента на наблюдаемые или разрешимые обстоятельства. В частности, объяснение понимания прошлого, которое предлагает Пикок, не зависит ни от каких реакций. То есть как раз соответствует вот этому требованию. Более того, отмечает Пикок, у нас есть относительно четкое представление о том, какие мысли, модели суждений являются рациональными, и оно у нас есть благодаря имеющемуся у нас имплицитному знанию принципа тождества свойств. На самом деле, даже если кто-то настаивает на том, что преднамеренные реакции агента на наблюдаемые или разрешимые обстоятельства должны играть центральную роль в индивидуировании значений и понятий, отсюда никак не следует необходимость перехода к контрафактическому анализу. Мы можем согласиться с тем, что утверждение о том, что некий материальный объект есть F, может быть верифицировано тем, что кто-то находится вот в том месте, где находится этот объект, и воспринимает этот объект как F. Но из этого никоим образом не следует, что истинность того, что объект является F, когда наблюдателя нет, состоит в том, что если бы наблюдатель был, то этот объект воспринимался бы как F. И при этом присутствие наблюдателя в том же месте и восприятие наблюдателем объекта как F может верифицировать исходное утверждение, поскольку таким образом устанавливается, что рассматриваемый объект удовлетворяет некоторому категорическому условию. Значит, если верификация состоит именно в этом, то из отсутствия наблюдателя в соответствующем месте вообще ничего не следует, поскольку у нас просто нет информации о том, какое категорическое условие было бы выполнено, если бы наблюдателя там не было. Еще одна причина, по которой верификационизм и контрафактические объяснения кажутся привлекательными некоторым исследованиям, заключается в следующем. Именно в воодушевленности некоторых исследователей идеи о том, что верификационистское объяснение понимания является правильным обобщением для эмпирического мира в случае разрешимых арифметических уравнений. Да, ну вот у нас, значит, с арифметическими уравнениями этот принцип работает, попробуем его из-за эмпирического мира применить. Но Пикок говорит, что вообще тут нет никакой реальной аналогии. Для разрешимых арифметических уравнений понимание кажется неотделимым от понимания процедуры решения, независимо от того, выполняется такая процедура в каком-то конкретном случае реально или не выполняется. И здесь есть важное различие. Выполнение вычислений по своей природе не может повлиять на то, какой будет результат этих вычислений. А вот, например, появление в некотором месте наблюдателя может повлиять на то, произойдет ли в этом месте некоторое событие или нет, как было вот как раз в примере с белкой на стене. Получается, что арифметика в данном случае представляет собой совершенно неподходящую модель для рассмотрения эмпирических случаев, потому что процесс вычисления и процесс перемещения пространства и времени это абсолютно разные по своей природе процессы. Соответственно, аналогия между такими процессами просто ведет нас в заблуждение. Далее Пикок переходит к вопросу об отношении между реализмом относительно прошлого в смысле Дамита и концепцией, соответственно, Пикока. Пикок формулирует аргумент, в котором выражаются распространенные реалистские интуиции, в том числе интуиции реализма относительно прошлого. Этот аргумент строится из трех шагов. Давайте эти шаги рассмотрим. Шаг номер один. Во-первых, можно придумать такое положение дел, имеющее место в настоящем, что все следствия этого положения дел, кроме тех, которые вовлечены в создание наших перцептивных состояний, не позволяют отличить это положение дел от некоторого другого положения дел. Например, если в герметичную непрозрачную печь для сжигания можно поместить деревянный куб, который при сгорании оставит определенную массу пепла, то мы могли бы организовать все таким образом, чтобы в печь был помещен деревянный блок другой формы, но такой же массы, который бы после сгорания оставлял бы точно такую же массу пепла, такой же формы. Шаг второй. Значит, такое положение дел могло бы существовать, даже если бы мы не присутствовали при нем и не имели бы соответствующих восприятий, которые могли бы дать нам информацию о том, что такое положение дел имеет место. Ну и, наконец, шаг третий. Точно такое же положение дел, которое описано в шаге 2, могло бы иметь место в прошлом. То есть это было бы такое положение дел, которое могло бы существовать, но мы бы сейчас не знали, что оно существовало в прошлом, поскольку по условию из второго шага вследствие существования этого положения дел не позволяют нам отличить его от других положений дел, которые тоже могли бы иметь место. Далее Пикок анализирует некоторые аспекты легитимности, правомерности перехода от второго шага к третьему шагу. Значит, этот переход вот здесь в этом аргументе опирается на понимание принципа тождества свойств в том виде, как он сформулирован в соединяющем тезисе. И этот переход является правомерным, если мы используем понятие одинаковости свойства и принимаем тезис о равнокатегоричности. Соответственно, этот переход был бы неправомерным, если бы истинность понималась в одном из двух антиреалистских смыслов, которые есть у Райта и которые Райт называет в принципе сейчас и в принципе сейчас или в будущем. Значит, согласно первой концепции, в принципе сейчас, у нас могут быть доказательства того, что определенное положение вещей существует. Поэтому переход к третьему шагу при такой концепции был бы совершенно неправомерным, потому что этот переход предполагает как раз возможность обратного, что у нас возможно существование таких положений дел, доказательства существования которых у нас нет в настоящем времени и не появится в будущем. Ну, а для второй концепции, для концепции в принципе сейчас или в будущем, для концепции Райта работает все точно так же, аналогично. Ну, и Пикок здесь утверждает, что в принципе переход от шага 2 к шагу 3 это не просто иллюстрация в пику позиции антиреализма. Нет, этот переход является примером своего рода нефилософского рассуждения, ну или интуитивного, видимо, рассуждения, которое встречается не только в обыденном мышлении, но и в принципе в работах любого ученого из любой области эмпирических наук. Это просто принцип, согласно которому положение дел данного вида, которое могло бы существовать в одном месте в одно время, могло бы при отсутствии доказательств обратного существовать в любом другом месте и времени. Ну и в принципе мы довольно часто используем этот принцип в мышлении. При этом не существует никакого общего дотеоретического ограничения на применение этого принципа, связанного с верифицируемостью или наличием свидетельств. Да, соответственно, для сторонника соединяющего тезиса это очень хорошо и свидетельствует в его пользу, в пользу соединяющего тезиса. Значит, все вышеизложенное наводит на некоторые размышления относительно вопроса об объяснении отношений между принципом тождества истинностных значений и реализмом относительно прошлого в смысле Даммита. Изначально Даммит тесно связывал принцип тождества истинностных значений с реализмом, но, как было показано выше отчасти, некоторые антиреалисты тоже заявили претензию на определенные формулировки принципа тождества истинностных значений, что заставляет задуматься, есть ли вообще какая-то связь между принципом тождества истинностных значений и реализмом. При детальном рассмотрении антиреалистских подходов к содержанию представляется очень сомнительным, что антиреалисты действительно сохраняют тождество истинностных значений между, например, предикатами настоящего времени и предикатами других времен, когда они объясняют прошедшее время в терминах своего любимого контрфактического анализа. То объяснение тождества, которое нам дано в рамках соединяющего тезиса, при этом, похоже, является свидетельством в пользу реализма. И в целом представляется, что между реализмом и принципом тождества истинностных значений в его наиболее оправданной форме, все же может существовать какая-то внутренняя связь. Объяснение этого факта, согласно Пикоку, должно опираться на равнокатегорический характер утверждений в форме прошедшего времени с их аналогами в форме настоящего времени и наследствия этого факта. Ну и только в этом контексте такое объяснение вообще возможно. Далее Пикок переходит к краткому рассмотрению отношений между его метафизической позицией, которая разрабатывается им в данной главе, в данном разделе, и некоторыми более ранними работами других авторов. Здесь интереснее всего показать, как Пикок использует некоторые тезисы из работы Исаи Берлина, которые называются «Эмпирические пропозиции и гипотетические утверждения». Здесь вот на слайде дан английский вариант названия, на случай, если я все криво перевела. Значит, то есть как Пикок использует тезисы из работы Берлина для критики, контрафактической и верификационистской трактовок утверждений о прошлом и о других местоположениях. Значит, изначально Берлин сформулировал эти тезисы в качестве возражений против феноменализма, но Пикок показывает, что эти возражения на самом деле бьют гораздо дальше, чем предполагал сам Берлин. Значит, Пикок отдельно выделяет у Берлина три таких тезиса. Во-первых, тезис о несводимости, который сводится к следующему. Никакой прямой перевод категорических утверждений в гипотетические не является правильным анализом или заменой таких утверждений. Это прямо соотносится с метафизической концепцией, которую представляет Пикок. Второй тезис – это тезис о единообразии, который заключается в следующем. Нет никакой логической разницы между предложениями, описывающими предметы, находящиеся в поле моего зрения, и предложениями, описывающими предметы, находящиеся за горизонтом. Данный тезис может быть непосредственно распространен на предложения, описывающие времена и места в пространстве. Более того, тезис о единообразии непосредственно следует из истинности принципа тождества свойств и соединяющего тезиса. Ну и, наконец, третий тезис – тезис холизма. Значение таких слов, как «здесь», «сейчас», «наблюдаемый» зависит от существования и от употребления не менее базовых слов «не здесь», «не сейчас», «ненаблюдаемо». Значения всех этих слов, проще говоря, могут устанавливаться только в противоположность друг к другу. И они не имеют никакого самостоятельного, приоритетного, не знаю, наверное, значения. И здесь мы заканчиваем со вторым разделом главы Пикок и переходим к третьему разделу, который называется «Экстерналистские элементы в понимании прошедшего времени». Значит, Пикок отмечает, что иметь причинное объяснение могут не только условия, которые имели место в прошлом, но и конкретные временные отношения, которые существуют между прошлыми событиями и прошлыми или настоящими положениями дел. Например, вот тот факт, что влажное лето непосредственно предшествовало засушливому, может объяснить нынешнее пространственное соотношение между широким и узким кольцами в поперечном сечении дерева. Конкретные временные отношения также могут объяснять факты, имеющиеся у нас в ментальной сфере. Например, впечатление, что какой-то человек вышел из комнаты определенный промежуток времени назад, ну, 10 минут, например, может быть объяснен тем, что этот человек действительно ушел около 10 минут назад. Значит, аналогично работает и для пространственных отношений. Утверждение о том, что определенные ментальные состояния причинно чувствительны к временным фактам, интересно в контексте нашего знания о том, что наши глубинные субличностные механизмы также могут быть чувствительны к временным фактам. Вопрос о природе таких субличностных механизмов, очевидно, является эмпирическим вопросом. Пикок отмечает, что, вероятно, можно как-то априорно показать, что любое существо, способное к временному мышлению, должно обладать тем или иным субличностным механизмом, но при этом невозможно никакого априорного аргумента в отношении того, каким конкретным механизмом необходимо обладать. Но, однако, обладать некоторым субличностным механизмом, который при правильном функционировании чувствителен к времени, на самом деле еще не значит овладеть временным мышлением. Иными словами, обладание таким механизмом является необходимым условием овладения временным мышлением, но не является достаточным условием этого. Поэтому философское объяснение временного мышления должно содержать в себе некоторые экстерналистские элементы, причем обязательно должно. А описание манифестации значения темпоральных терминов должно учитывать, среди прочего, вот эту чувствительность к временным отношениям. Значит, субличностные механизмы, при этом, которые чувствительны к временным фактам, не должны быть совершенными. Это не обязательно, они лишь должны демонстрировать, что наши временные и пространственные впечатления не являются только лишь функцией соответствующих временных и пространственных способностей, точнее, видимо, способностей временного и пространственного восприятия, но также подвержены влиянию других причинных сил. Далее PICAC проводит различия между простым реагированием агента на некоторый временной промежуток, прошедший после того, как произошло определенное временное событие, и признанием этого временного промежутка в качестве объективного события, то есть временного промежутка как такового. Значит, разница между этими двумя штуками заключается в том, что в последнем случае, во втором случае, агент отводит событию предшествующему временному интервалу определенное место в собственной истории и в мировой истории. Иными словами, он оценивает это событие как событие, которое имеет объективный характер. В первом случае, соответственно, нет. И PICAC предполагает, что должны существовать какие-то общие априорные связи между способностью агента к объективному мышлению и мышлением от первого лица. Для существа с объективным представлением о мире действительно многие его действия будут объясняться как объективными описаниями, так и описаниями от первого лица, то есть примерно 50 на 50. Причем такие объяснения будут делать истинными такие контрафактические высказывания, которые не будут работать или не будут истинными для действий существа, чья психология не предполагает никакого объективного мышления. Ну, например, если вы хотите пожать руку человеку, которого вы видите, вы будете двигаться по направлению к этому человеку. А если бы этот человек оказался в другом месте, вы бы, соответственно, стали двигаться по направлению к другому месту. Ну и так далее. Значит, приписывание объективного мышления может быть необходимым, да, таким образом, для осмысления действий агентов и для осмысления психической жизни агентов. Значит, здесь Пикок выделяет несколько следствий присутствия экстроналистских элементов в философском описании мышления времени. Первое следствие вытекает напрямую из анализа следующего отрывка из Рассела. Значит, Рассел пишет. «Нет никакой логически необходимой связи между событиями в разное время, поэтому ничто из того, что происходит сейчас или произойдет в будущем, не может опровергнуть гипотезу о том, что мир возник пять минут назад. Следовательно, события, называемые знанием прошлого, логически независимы от прошлого. Они полностью поддаются анализу в терминах содержания в форме настоящего времени, которое теоретически могло бы быть именно тем, чем оно является, даже если бы не существовало никакого прошлого». Вот в этом отрывке Пикока интересует непосредственно та часть, которая следует после слова «следовательно». Ну и, соответственно, его интересует то, является ли это следование оправданным. А если мы признаем существование экстерналистских элементов в описании того, что создает впечатление, что определенное событие произошло определенное время назад, то мы можем провести различие между двумя понятиями независимости. Эти два понятия независимости можно вычленить, если рассмотреть пространственный аналог вот того аргумента, который Рассел представил вот на этом, на предыдущем слайде. Значит, соответственно, пространственный аналог аргумента Рассела формулируется вот так. «Нет никакой логически необходимой связи между событиями в разных местах, поэтому ничто из того, что происходит здесь, не может опровергнуть гипотезу о том, что больше нигде ничего нет. Следовательно, события, называемые знанием того, что происходит в другом месте, логически независимо от того, что происходит в другом месте. Они полностью поддаются анализу в терминах содержания о местоположении воспринимающего, которое теоретически могло бы иметь место, могло бы быть именно тем, чем оно является, даже если бы больше нигде ничего не было». Ну и, соответственно, в этом пространственном аналоге аргумента можно выделить по меньшей мере два вида независимости. Значит, во-первых, даже если то, что происходит в одном месте, не имеет никакой необходимой связи с тем, что происходит в каком-то другом месте, из этой конкретной независимости, это как раз независимость в первом смысле, не следует независимость во втором смысле, что можно объяснить, что значит быть способным иметь мысли о других местах или восприятие других мест, в которых не содержалось бы упоминания о сложных связях этих мыслей и восприятий с этими самыми другими местами. Ну и, как здесь интересует вопрос, что делает некоторый опыт опытом с определенным специфическим пространственным содержанием, репрезентирующим предметы и события, как находящиеся на каких-то расстояниях и в таких-то направлениях от субъекта. Объяснить это, согласно Пикоку, невозможно. Без отсылки к роли этого опыта в объяснении различных сложных способностей субъекта по отношению к местам, находящимся на репрезентируемых расстояниях и в репрезентируемых направлениях. Значит, если эти соображения верны, то существует, по крайней мере, одно прочтение вывода этого пространственного аналога аргумента Рассела, в соответствии с которым этот вывод является ошибочным. То есть объяснение того, что значит для воспринимающего в данном месте иметь опыт с пространственным репрезентативным содержанием, не может быть дано без упоминания о его сложных связях с другими местами. То есть знание о других местах все же должно содержать в себе какое-то указание на эти другие места. Аналогичные соображения, значит, должны быть верны и для исходной формулировки, которая была временной формулировкой. Значит, мысли о прошлом включают в себя содержание в форме прощающего времени и фундаментальные способности агента, связанные с его способностью схватывать и отслеживать временные промежутки, а также мыслить в форме прощающего времени. Значит, второе следствие наличия экстерналистских элементов в философском описании мышления времени. Значит, наличие экстерналистских элементов в философском описании мышления времени имеет также некоторые эпистемиологические аспекты. Так, только в том случае, если временное представление имеет экстерналистское индивидуированное содержание, то есть содержание, которое индивидуировано своим отношением к самому течению времени, Оно может при соответствующих обстоятельствах производить недедуктивное знание с темпоральным содержанием. Способ, которым ментальное состояние представляет мир как существующий, должен быть способом, который является экстерналистски индивидуированным, чтобы быть способным производить знание о том, что мир именно таков. Точнее говоря, можно сформулировать принцип, утверждающий, что репрезентативное содержание ментального состояния должно быть индивидуировано его отношением к объектам, свойствам или событиям, чтобы агент мог получить недедуктивное знание об этих объектах, свойствах или событиях. Соответственно, в противном случае агент может получить в лучшем случае дедуктивное знание. Данный принцип PICAC считает правильным и для обычного, основанного на ощущениях знания о текущих положениях дел. Этот принцип также объясняет, почему перцептивное знание внешнего мира никогда нельзя было бы объяснить, если бы перцептивные суждения рассматривались только как реакция на чувственные, нерепрезентативные свойства опыта. Более того, если этот принцип верен, то он создает дополнительную проблему для антиреалистских представлений о темпоральном содержании. Действительно, экстерналистская индивидуация осуществляется посредством указания на временные отношения между такими событиями и положениями, которые могли бы существовать в обстоятельствах, при которых все причинные связи, ведущие к более поздним свидетельствам об этих событиях и положениях дел, были бы блокированы. В предыдущем разделе PICAC уже отмечал, что соединяющий тезис сам по себе оставляет открытым вопрос о том, какие свидетельства могут устанавливать истинность обсуждений формы «вчера было так, что А». В большинстве случаев этот вопрос решается чисто эмпирически. Все вышеизложенное относительно экстернализма подтверждает положение о том, что эмпирическая память о прошлом опыте может рассматриваться как такое свидетельство. Но поскольку эмпирическая память о прошлом опыте не является неоспоримым свидетельством, она может быть неточной, неполной, может быть исправлена, она не способна объяснять знания агента о прошлом. То есть содержание такого знания может быть установлено посредством обращения к принципу тождества свойств. Здесь мы закончили, значит, с третьим разделом главы. И переходим к четвертому разделу, который называется «Память и принцип тождества свойств». Вот здесь как раз возникает, ставится точнее ключевой вопрос о понимании. В предыдущих разделах Пикок показал, что понимание принципа тождества свойств и эмпирическая память одновременно конституируют нашу способность думать о прошлом. Так тогда какова связь между принципом тождества свойств и эмпирической памятью? Вот здесь возникают два основных вопроса о соотношении между принципом тождества свойств и эмпирической памятью. Первый вопрос формулируется так. Если принцип тождества свойств и экстерналистки индивидуированная способность запоминать одновременно обеспечивают способность думать о прошлом, то существует ли здесь какая-то опасность сверхдетерминации или даже противоречивой детерминации условий правильности содержания формы прошедшего времени? И второй вопрос. Значит, по-видимому, истины, производимые посредством памяти, являются познаваемыми истинами о прошлом. Тогда каким образом объяснение понимания прошедшего времени, которое включает в себя способность узнавать познаваемые истины о прошлом, может обеспечить правомерность понимания непознаваемых истин о прошлом, то есть истин о прошлом, которые не могут быть познаны, или существование которых, как мы видели выше, является следствием принятия реалистской позиции. То есть, иными словами, как опыт может научить нас тому, что что-то, содержащееся в нашем опыте, надежно указывает на положение дел за пределами любого возможного опыта. Значит, отвечая на эти вопросы, отвечать на эти вопросы, Пикок начинает с конца, то есть он начинает отвечать сначала на второй вопрос, объясняет это тем, что ответ на второй вопрос непосредственно увлечет за собой ответ и на первый вопрос. Значит, Пикок отвечает. Следует согласиться с тем, что модель, согласно которой мы сначала осуществляем эмпирическое исследование, а затем вдруг обнаруживаем, что какой-то отдельный разрешимый класс утверждений, исследуемых, связан с утверждениями, которые не поддаются верификации. Не когерентно, такая модель не когерентна. Однако реалист может выбрать иную стратегию рассуждения, когерентную, соответственно. Например, реалист может сказать, что описанная проблема является следствием весьма сомнительной концепции того, что значит иметь воспоминания об опыте. Пикок объясняет этот ответ с помощью аналогии с восприятием. Мы говорили о памяти, сейчас он делает аналогию с восприятием. Представим, что кто-то спрашивает, как что-то в нашем восприятии может научить нас тому, что положение вещей, которые мы воспринимаем, также может существовать, не будучи воспринимаемым. Этот вопрос в духе Беркли, и этот вопрос, согласно Пикоку, звучит довольно странно, потому что очевидно, что нет ничего, что может быть восприятием, если только оно не относится к объектам, событиям или положениям дел, которые могли бы существовать, не будучи воспринятыми. Возможность невоспринимаемого существования является неотъемлемой частью самой природы восприятия. Поэтому нельзя последовательным образом полагать, что кто-то что-то воспринимает, и одновременно задаваться вопросом, является ли то, что вот этот кто-то воспринимает, чем-то, что могло бы существовать, не будучи воспринимаемым. Обязательство принимать существование объектов, которые могут существовать, не будучи воспринимаемыми, изначально вшито в нашу концепцию восприятия. И общий момент здесь не эпистемологический, как раз, а конститутивный. То есть сами условия правильности восприятия уже должны содержать в себе ссылку на независимое от восприятия существования объектов, событий или положений дел. Эта способность восприятия является существенной и имеет множество следствий для разных философских концепций. Пикок приводит в качестве примера два таких следствия. Одно для эпистемологии, второе для философии действий. Слайде этого нет, кстати. Значит, первое следствие для эпистемологии. Восприятие может давать недедуктивное знание о мире, существование которого не зависит от восприятия, только если оно является восприятием объектов, которые существуют независимо от восприятия. Одно и второе следствие – это следствие для философии действий. Действия получают объяснение только с помощью описаний, которые соотносят эти действия с объектами, свойствами и отношениями объективного мира. Отбрасывание объективного аспекта восприятия сделало бы такое объяснение невозможным. Вот на все эти доводы можно возразить следующим образом. Можно было бы, да. Хотя эти рассуждения и показывают, что идея возможности невоспринимаемого существования должна быть неотъемлемой частью самой идеи правильного восприятия, их на самом деле недостаточно для обоснования и принятия идеи положений дел, которые не могут быть восприняты. Пикок отвечает на это возражение тем, что принятие этой идеи неизбежно. То есть, как только мы принимаем тот факт, что воспринимаемые положения дел являются категорическими, то есть, что их существование не может быть объяснено в терминах контрфактического анализа, то отсюда сразу следует принципиальная возможность существования такого положения дел, которое характеризовалось бы тем, что любой, кто его исследует, не сможет отличить его от некоторого другого положения дел. Все рассмотренные доводы, сформулированные для восприятия, работают и для памяти. Подлинное воспоминание событий или положение дел должно быть воспоминанием о чем-то, что могло бы существовать, даже если бы об этом никто не мог помнить. Значит, в случае с памятью можно выделить два подвида возможной непознаваемой истины. Первый подвид. При воспоминании и восприятии какого-либо положения дел человек может вспоминать такое положение дел, которое могло происходить где-то в другом месте в прошлом, будучи при этом никем не познанным. И второй вид непознаваемой истины. В принципе, должно быть возможно, чтобы запомненное положение дел имело место в то время как у субъекта нарушена работа причинных механизмов, необходимых для формирования воспоминаний. Ну и, соответственно, после предложенного ответа на второй вопрос, ответ на второй вопрос становится очевидным. А именно. Невозможно, чтобы условия истинности, фиксируемые принципом тождества свойств, отличались от тех, которые становятся доступными благодаря пониманию, которое включает в себя экстерналистски индивидуированную способность запоминать. А правильно функционирующая способность запоминать чувствительно к тому, выполнялось ли в более раннее время условия истинности формы «Сейчас дело обстоит так, что А применительно к этому более раннему времени». И затем правильно функционирующая способность запоминать дает информацию «Дело обстояло так, что А». То есть способность запоминать опирается на принцип единообразия из раздела 3.1 вот этой главы, то есть из первого раздела третьей главы, и на принцип тождества свойств. Отсюда следует, что если мы принимаем принцип единообразия, то невозможно, чтобы память функционировала должным образом и сообщала в настоящем времени информацию о том, что дело обстояло так, что А, но чтобы при этом соответствующее утверждение в форме прошедшего времени было ложным в соответствии с принципом тождества свойств. То есть память подтверждает истинность условия, выполнение которого требуется принципом тождества свойств. Таким образом, эмпирическая память об опыте и принцип тождества свойств с необходимостью коадаптированы. Понятия прошедшего времени, доступные благодаря личной эмпирической памяти об опыте, являются эпистемически обязательными, в том смысле, который был задан во второй главе. Если у агента есть воспоминания о цветущем дереве, например, и он принимает свое состояние вспоминания всерьез, тогда суждение дерева цвело является для него рационально обязательным. Это суждение также будет являться знанием при условии, что соблюдены все информационные условия правильности восприятия и запоминания. Причем, благодаря тезису о равнокатегоричности, эпистемическая обязательность суждений в форме прошедшего времени не противоречит возможности существования непознаваемых положений дел и, таким образом, вполне себе совместима с реалистской позицией относительно истин в форме прошедшего времени. Далее Пикок рассматривает, как принцип тождества истинностных значений может совмещаться с реалистской позицией относительно истин в форме прошедшего времени. Здесь Пикок вступает в полемику уже с Джоном Макдауэллом, который утверждает, что реалист, который прибегает к использованию принципом тождества истинностных значений, просто вынужден считать, что условия истинности утверждений в форме прошедшего времени всегда недоступны и что принцип тождества истинностных значений бесполезен в качестве аргумента против антиреалистской позиции. Прежде всего, Пикок объясняет, почему он вообще вынужден отвечать на аргумент Макдауэлла. Дело в том, что в рамках позиции Пикок и принципу тождества истинностных значений, как мы уже показали, отводится в довольно важную роль в объяснении того, как возможно понимание прошлого. И уже отвечая на аргумент Макдауэлла, Пикок отмечает, что этот аргумент направлен только против одного конкретного вида реализма. Реализма, в котором для объяснения понимания вообще не требуют своего указания на условия корректной утверждаемости предложений в форме прошедшего времени. А вот теория Пикока как раз не относится к реализму такого вида, поскольку в ней содержатся все соответствующие указания, то есть данный аргумент бьет мимо позиции Пикока. Так, здесь мы заканчиваем с четвертым разделом третьей главы, переходим к пятому разделу, который мне показался наиболее любопытным. Значит, параграф называется «Когда и как работает объяснение в терминах тождества». Значит, соединяющий тезис, который сформулировал Пикок, является частичным объяснением значения в терминах тождества, а именно в терминах тождества свойств. Однако всем широко известна критика Витгенштейна подобных, опирающихся на отношения тождества, объяснений и значений. Пикок приводит здесь две соответствующие цитаты из Витгенштейна, правда, не подряд, но на слайде я их расположила подряд. Значит, первая цитата. Это ничто не дает. Это все равно, что я бы сказал, ты же знаешь, что значит сейчас здесь пять часов. Выходит, знаешь, и что значит здесь сейчас на солнце пять часов. Это просто означает, что там точно такое же время, как и здесь, если здесь пять часов. Объяснение с помощью тождества здесь не действует. Хоть я и знаю, что пять часов здесь и пять часов там можно назвать одинаковым временем, но не знаю, в каких именно случаях следует говорить, что время тут и там одинаково. И вторая цитата. Однако, безусловно, что я был убежден, сообщает то же самое в прошлом, что я убежден сообщать в настоящем. Безусловно, корень из минус единицы должно означать ровно то же самое для единицы, что корень из единицы означает для единицы. Но это вообще ничего не означает. Значит, вот эти примеры показывают, что объяснение в терминах тождества довольно часто, ну как часто, вот в этих конкретных случаях проваливается. Поэтому, следовательно, Пикоку требуется ответить на эту критику, поскольку его принцип тождества-свойства – это как раз принцип, объяснительный принцип, который работает на отношении тождества. Прежде всего, Пикок отмечает, что нет никаких очевидных свидетельств в пользу того, что критика Витгенштейна направлена против любых объяснений в терминах тождества. Поэтому для того, чтобы парировать аргумент Витгенштейна, нужно сделать следующее. Во-первых, нужно определить, в чем разница между правомерными формами объяснения в терминах тождества и неправомерными формами такого объяснения. Во-вторых, нужно определить, до каких пределов может быть обобщена представленная Витгенштейном критика, то есть, к каким случаям она применима, а к каким случаям неприменима. И, в-третьих, нужно понять, относятся ли объяснения в терминах принципа тождества-свойств к правомерным объяснениям. Ну и далее Пикок вводит следующее терминологическое различие для удобства описания любых объяснений в терминах тождества. Он различает базовые случаи и связанные случаи. Значит, для принципа тождества-свойств базовым случаем будет мысль или высказывание формы сейчас F, а мысль или высказывание формы прошедшего времени, вчера было F, будет являться связанным случаем. Связанный случай объясняется, исходя из базового случая, посредством использования понятия тождества-свойств. Аналогично для пространственного варианта принципа тождества-свойств, но я его здесь опускаю, естественно. Далее Пикок классифицирует критические комментарии Витгенштейна против объяснений в терминах тождества вообще. И он выделяет три типа таких критических комментариев. Первый тип комментариев, значит, это такие комментарии, в которых Витгенштейн приводит примеры, в которых объяснения в терминах тождества очевидным образом проваливаются, как представленные два примера. Второй тип представляет собой такой тип, в котором Витгенштейн развивает позитивную теорию того, что позволяет говорить о тождестве в тех случаях, когда объяснение с помощью тождества не работает. Эта теория состоит в том, что тождество предикации обосновывает признание тождества, но не наоборот, потому что именно так работают значения с точки зрения Витгенштейна. Наконец, третий тип критических комментариев – это комментарии, которые опираются на Витгенштейновскую концепцию следования правилам. Ну, как известно, Витгенштейн отвергает идею того, что принцип «делать точно так же» проясняет, что значит следовать некоторому правилу, опираясь на некоторый готовый набор примеров правильного применения правила, если принцип «делать точно так же» понимается как универсальный и не учитывающий возможную реакцию агента на новые примеры, ну или как независимая от таких реакций. Ну и, наконец, Пикок приступает к ответам на критические замечания, комментарии Витгенштейна. Ответ Пикока на критику первого типа выглядит следующим образом. Значит, Пикок формулирует фундаментальное необходимое условие или требование правомерности объяснения понимания или значения в терминах тождества. А это требование имеет следующую форму. Это форма экзистенциально квантифицированной конъюнкции, которая содержит следующие два конъюнкции. Во-первых, у нас должно иметься некоторое представление об объекте, упомянутом в базовом случае, и объекте, упомянутом в связанном случае, которое классифицирует эти объекты как объекты одного и того же вида. И, во-вторых, этот вид должен допускать правомерное применение к относящимся к нему объектам и конкретизированного отношения одинаковости, заданного принципом тождества свойств. Вот эти два условия и это требование в целом, например, выполняется в случае соединяющего объяснения предикации других местоположений, так, которые предлагает Пикок. Но это требование не выполняется в обоих примерах, представленных Витгенштейном. Почему? Ну, для того, чтобы быть пятью часами, пишет Пикок, в определенное время и в определенном месте, нужно, чтобы был создан угол, под которым Солнце падало бы на это место. Очевидно, что Солнце, в принципе, не может находиться под углом к самому себе, следовательно, соответствующее объяснение в терминах тождества не является правомерным. То есть нарушается первое условие требования правомерности объяснения понимания в терминах тождества. Второй пример Витгенштейна отличается от первого. Во втором примере с корнями из единицы и минус единицы, камнем преткновения является двусмысленность используемого предиката быть корнем из числа. Обычное употребление и значение этого предиката отличается от того, как этот предикат употребляется в теории комплексных чисел. Поэтому данный пример на самом деле не является контрпримером для принципа тождества свойств и для соединяющего тезиса, он просто потому, что используемые в этих принципах предикаты, это выражение «вчера и сегодня», не имеют принципиально различных употреблений. Они всегда употребляются в одном и том же смысле. И, соответственно, ответ на критику Витгенштейна второго типа, он как раз связан с тем, что у предикатов «сегодня-вчера» нет второго смысла, то есть они не являются двусмысленными. А критика Витгенштейна второго типа направлена прежде всего на то, чтобы показать, как можно избежать ловушки двусмысленности предикатов, которые имеют несколько различных употреблений. Но поскольку в позиции Пикака нет таких предикатов, то и критика этого типа не относится к позиции Пикака. Ну и, соответственно, на нее отвечать не нужно. И ответ Пикака на третью, на критику третьего типа. Значит, Пикак пишет, что согласиться с тем, что реакция агента на новые примеры исследования некоторому правилу должны влиять на определение смысла и значения, это не то же самое, что отрицать, что выражения имеют независимое от мышления референты и могут отсылать к независимым от мышления объективным свойствам и отношениям. Реакция агента на новые примеры исследования некоторому правилу могут помочь определить, о каком свойстве или отношении идет речь. Зафиксированное таким образом свойство или отношение при этом может быть абсолютно объективным и независимым от мышления. Таким объективным и независимым от мышления отношением может быть и само отношение тождества. И вот этого уже достаточно для сторонника принципа тождества свойств и соединяющего тезису, чтобы оправдаться в ответ на критику Виттгенштейна третьего типа. И, наконец, далее Пикак возвращается к сформулированному и выше условию или требованию правомерности объяснения понимания или значения в терминах тождества. Именно он сосредотачивается на второй части этого утверждения или требования, который был вторым конъюнктом, и отвечает на вопрос, что именно позволяет правомерно применять отношение одинаковости, используемое в соответствующем объяснении в терминах тождества. Значит, для того, чтобы объяснение понимания в терминах тождества было правомерным, должно выполняться следующее условие. Базовый случай, используемый в соответствующем объяснении наличие некоторого свойства, должен подразумевать, что агент уже имеет какое-то представление о том, какие объекты могут иметь или не иметь данное свойство. Так, для объяснения временных предикатов такими объектами будут множество времен. Для объяснения пространственных предикатов такими объектами будет множество мест. И в первом разделе данной главы ПИКОК уже подробно показал, что данное условие выполняется как для временных, так и для пространственных предикатов, так что объяснение, понимание, утверждение в прошедшем времени в терминах тождества свойств является правомерным. Ну и таким образом ПИКОК ответил на всю возможную критику, подразумеваемую Витгенштейном. И на этом завершается пятый раздел третьей главы. Переходим к шестому разделу пятой главы, который называется «Реализм. Метафизика и теория значений». В этом разделе ПИКОК рассматривает статус и некоторые философские следствия своей позиции, сравнивая ее с некоторыми другими хорошо известными позициями. Ну, прежде всего, ПИКОК сравнивает свою позицию с реалистской позицией, описываемой Дамитом. Дамит дает следующую характеристику реалиста. Реалист пытается мысленно занять такую позицию вне временного пространства и описать мир из некоторой вневременной точки, то есть обозреть все временные позиции единым взглядом. С этой точки зрения, с точки зрения описания, которое хочет дать реалист, различные моменты времени находятся друг с другом в отношении временного предшествования, но не находятся ни в каких временных отношениях с точкой зрения описания. То есть они не рассматриваются агентом как прошлое, настоящее или будущее. А вот антиреалист, он молодец, он более серьезно относится к тому факту, что мы погружены во время, в поток времени. Мы не можем описать мир, как он мог бы выглядеть для того, кто не находится во времени. Мы можем описать мир только таким, какой он есть для нас, а именно таким, какой он есть сейчас. Пикок, прежде чем ответить на подобное описание, выделяет и разделяет два следующих свойства положений дел. Во-первых, у положений дел есть, может быть, свойство существовать, имея причинную силу того типа, какой подразумевается тезисом о равнокатегоричности. Реалист, принимающий соединяющий тезис, должен считать, что истинные высказывания в форме прошедшего времени подразумевают существование положений дел, обладающих этим первым свойством. И у положений дел может быть второе свойство, свойство подлежать описанию, которое может быть никак не связанным соотношением агента к этому положению дел, ну или аналогичным положением дел. При этом второе свойство не следует из первого свойства. А реалистская позиция, которой принимается соединяющий тезис, то есть пикоковская реалистская позиция, включает в себя экстерналистский подход к суждениям о времени, который в свою очередь подразумевает, что мышление о конкретных временах с необходимостью является темпорально индексированным. Поэтому, согласно позиции, которые защищают пикок, положения дел, описываемые истинными предложениями в форме прошедшего времени, обладают первым свойством из выделенных, но не обладают вторым свойством. Соответственно, о положениях дел в рамках концепции пикока невозможно думать с вневременной точки зрения. С точки зрения философии времени описанное различение двух свойств положения дел может рассматриваться еще более радикально. То есть не как характеристика способов мыслить о времени, а как характеристика времен и временных отношений самих по себе. Такой радикализированный тезис, сформулированный условным сторонником позиции Даммита, может выглядеть как тезис о том, что предметная область сама по себе такова, что она не может быть удовлетворительно охарактеризирована, охарактеризована, без упоминания о настоящем понимании, понимаемом как настоящем. Пикок утверждает, что даже такой радикализированный тезис не редуцирует реалистскую позицию пикока к той форме реализма, которую описывает Даммит. И это следует из двух ниже представленных соображений. Значит, первое соображение формулируется так. Позиция пикока полностью согласуется с точкой зрения, согласно которой будущее является открытым, а прошлое нет. То есть позиция пикока позволяет принять определенный вид реализма в отношении прошлого и настоящего, но не в отношении будущего. И вот это различие между подходом, применяющимся к прошлому, настоящему, и подходом, применяющимся к будущему, показывает, что позиция пикока не допускает принципиальной возможности описания мира вне временной точки зрения. Второе соображение – это соображение чуть более общего характера. В отличие от Даммита, пикок не считает, что реалист, даже тот, который использует какой-то вариант принципа тождества свойств или принцип тождества истинностных значений в объяснении и понимании каких-то предикаций сущностям определенной предметной области, тем самым должен принять на себя какие-то обязательства относительно принципиальной возможности существования или хотя бы мыслимости такого существа, которое было бы способно обозревать или воспринимать всю эту предметную область целиком. Тезис о том, что такое существо мыслимо или возможно, защищают довольно многие исследователи, в том числе и Даммит. В частности, мыслимость такого существа Даммит обосновывает с помощью следующей аналогии. Здесь краткое изложение цитаты Даммита. «Возможно описать расположение объектов в пространстве и при этом самому не занимать никакого положения в этом пространстве. Примером этого является описание объектов, находящихся в поле моего зрения. Я не занимаю никакого положения в пространстве поля моего зрения, но могу описывать расположение объектов, которые в нем находятся. На основании этой аналогии можно представить себе существо, которое могло бы воспринимать объекты в нашем трехмерном физическом пространстве и при этом не занимать никакого положения в этом пространстве». Пикок, однако, возражает, что данная аналогия ошибочна. «Пространство моего поля зрения является частью большего пространства, в котором я нахожусь. Следовательно, оно на самом деле не дает нам представления об объективном пространстве, которое предполагается в качестве содержания представления нашего гипотетического существа. С точки зрения концепции Пикока, как мы уже знаем, мышление о конкретных временах с необходимостью является темпорально индексированным, поэтому с точки зрения позиции Пикока кажется невозможным объяснить, что значит мышление о чистом пространстве, которое полностью свободно от темпоральной индексированности. Отсюда следует и отсутствие у реалиста пикоковского толка каких-либо обязательств относительно принципиальной возможности существования или мыслимости такого существа, которое было бы способно обозревать или воспринимать все пространство-время целиком. Ну и далее, наконец, Пикок обращается к рассмотрению некоторых аспектов связи между метафизикой и теорией значения или теорией понимания в контексте, представленной им в данной главе позиций. Пикок подчеркивает, что его концепция понимания суждений в форме прошедшего времени существенным образом опирается на метафизические тезисы. Так, соединяющий тезис, например, существенным образом основывается на тезисе о равнокатегоричности и тезисе о независимости объяснения точки зрения, которые суть не что иное, как метафизические тезисы, вытекающие из описанного выше экстерналистского подхода к пониманию предикатов прошедшего времени. То есть эти тезисы не являются следствиями теории понимания. Вместе с тем, Пикок отмечает, что не стоит баловаться резким противопоставлением метафизики и теории понимания. Даже если теории понимания иногда приходится опираться на метафизику, это совсем не противоречит тому, что метафизика должна подтверждаться своей способностью согласовываться с теорией понимания. Вот такую позицию относительно соотношения метафизики и теории понимания, которые, собственно, являются позицией самого Пикока, Пикок характеризует как промежуточную позицию. Вот, и на этом заканчивается шестой раздел третьей главы книжки Пикока, на этом заканчивается и сама третья глава, и на этом заканчивается мой доклад. Всем спасибо за внимание. Попробую ответить на ваши вопросы, если они появятся. Ох, спасибо большое. Какие вопросы у кого будут или соображения? Если позволите, сначала вопрос. Вопрос такой. Почему верификационизм и контрфактичность, по мнению Пикока, не согласуются с его позицией? Не могут быть согласованы с его позицией? Ну, у него тут несколько разных аргументов против верификационизма и особенно против контрфактического анализа. Как-то все вместе перечислить, наверное, я затруднюсь, но хотя бы один найти. Вот, значит, как раз вот эти соравнокатегоричности являются, ну, соответственно, критикой использования или необходимости использования контрфактического анализа для интерпретации высказываний в форме прошедшего времени. Мне кажется, можно рассмотреть категоричность как крайний случай контрфактичности, ну, так скажем, как нулевую контрфактичность. Этому ничего не противопоставляется. Ну, может, я не прав. Я как-то не вижу особой разницы. Ну, такой же принципиальный, чтобы воздвигать стену между категоричностью и контрфактичностью. Ну, и здесь, я так понимаю, у него нет никакой, никакого принципиального различия. Он просто показывает, что они не всегда совпадают, а, соответственно, прибегание к контрфактическому анализу охватывает чуть больше случаев, чем нам хотелось бы. Да, и иногда из-за этого у нас возникают проблемы с определением истинностных значений. Спасибо, Вика. Можно еще раз как-то сжато продублировать, каково соотношение объяснения с точки зрения дождества свойств и объяснения с точки зрения дождества истинностных значений? Ну, это вот в самом начале было. Получается, что принцип тождества истинностных значений, он следует из принципа тождества свойств, но в обратную сторону зависимость не работает. Где там у нас? Вот здесь, да? Да, то есть если мысль и высказывание в прошедшем времени истина, тогда только тогда, когда тип предложения или тип мыслей, соответствующий в настоящем времени, истинен при оценке относительно вчерашнего дня. То есть у нас оценка истинности соответствующих предложений опирается на наличие одинаковых свойств у соответствующих времен. Но в обратную сторону зависимость, по-видимому, не работает. Вот так они соотносятся. То есть в принципе можно использовать принцип тождества истинностных значений, даже не принимая принцип тождества свойств? Ну, почему нет? Принцип тождества свойств является более универсальным и обладает, я так понимаю, еще и объяснительным приоритетом как раз из-за своей большей универсальности. Но принятие принципа тождества свойств лечет за собой принятие принципа тождества истинностных значений. То есть мы не можем использовать принцип тождества истинностных значений и при этом отвергать или не принимать принцип тождества свойств, который является, между прочим, антологическим принципом, с ним связанное обязательство о принятии свойств всерьез. Там об этом тоже говорилось. Может быть, можно сказать, что принцип тождества истинностных значений это какой-то экстенциалистский вариант того, что утверждает принцип тождества свойств. Перевод интенсиональной системы в экстенциональную обратно не проходит. Нет однозначного соответствия экстенциональной системы, некоторые интенсиональные. Да, это любопытное соображение, по-видимому, как-то так. Насколько я помню, может, я ошибаюсь, гипотеза Карнапа и состояла в этом, так скажем, однонаправленном переводе всякой интенсиональной системе, мы можем найти экстенциональный эквивалент. Но обратное вроде бы Карнапом не утверждалось. А вот тут интересно, какую сторону здесь, в данном случае, в случае ПИК, как работает зависимость? И вот у Карнапа и в обратную или в сторону? Ну, если опираться на то, что Дмитрий Владимирович говорит, то точно так же, как у Карнапа. Здесь из интенсионального описания через свойства следует экстенциональное описание через истинственные значения, но из истинственных значений просто так нельзя вывести. Описание через свойства надо добавить вот этот принцип допущения единообразия, где свойства явным образом вводятся. Тогда мы сможем вывести. То есть мы добавляем к экстенциональному описанию что-то интенсиональное про свойства, и тогда у нас интенсиональное описание через тождество свойств появляется. Ага, да, я согласна. Вот, я еще вспомнил один аргумент, который, ну, так, не смогу его целиком воспроизвести, только какие-то, не знаю, базовые части, что ли, может быть, это поможет что-то вспомнить. Вот по поводу вопроса, который Дмитрий Владимирович задавал, почему объяснять через контрфактичность и верификационизм для Пикока не подходят. У Пикока там действительно много разных аргументов приводится, которыми он пытается вот это вот обосновать. и вот один из них заключается в том, что если мы через контрфактичность и верификационизм, причем одновременно будем это объяснение давать, ну, например, что вчера шел дождь, будет у нас означать, что если бы кто-то присутствовал в тот момент вчера, то тогда он бы наблюдал, что идет дождь. Вот, то есть здесь у нас и контрфактичность, да, вот это если бы то что-то там было, и плюс еще верификационизм в плане того, что есть кто-то наблюдающий, да, и вот Пикок на это возражает, говоря, что тогда получится, что какие-то события зависят от того, наблюдают за ними или нет. И это у нас очень опасная точка зрения, которая в конце концов к какому-то берклианству может привести. И вот Беркли потом тоже Пикок критикует. То есть вот эта критика, она в конце первого параграфа находится, а потом еще критика Беркли еще в дальнейшем будет. Ну вот Вика ее упоминала еще явно. Просто кажется, что вот это объяснение через верификационизм и контрфактичность, оно имеет эпистемологическую направленность, в то время как, если мы даже признаем принцип тождества свойств, то у нас будет продолжать оставаться нерешенным вопрос о том, каким образом мы можем это тождество установить. Ну, с одной стороны возникает такое впечатление, но с другой стороны, когда Пикок защищает свою реалистскую позицию, он там всяко-разно пытается показать, что реализм, реалистская позиция может оставаться реалистской, и мы все равно можем получать некоторые свидетельства хотя бы о некоторых прошлых положениях дел. Ну вот в частности с помощью воспоминаний, то есть с помощью памяти о прошлых событиях. Ну да, но кажется, что свойства, как это сказать, в общем те свойства, в которых мы удоставляемся с помощью памяти, не очевидным образом тождественны тем, в которых мы удостоверяемся с помощью восприятия. Ну вот как раз согласно Пикоку наоборот, то есть у нас и восприятия бывают несовершенные, это вот как раз его аргумент, где три шага, я не знаю, не буду, наверное, встать. То есть у нас и восприятия могут быть несовершенны, то есть мы в настоящий момент с помощью восприятия и можем не понять разницу между двумя положениями дел. И память на самом деле в этом смысле от восприятия ничем не отличается. Она тоже так же несовершенна, и иногда она срабатывает и позволяет нам различать разные положения дел, которые были в прошлом, а иногда нет. Просто потому, что сами положения дел в соответствии с позицией реализма существуют объективным образом. И иногда могут быть неразличимыми вследствие того, что некоторые следствия этих положений дел оказались заблокированы. А вот интересно, существуют ли какие-то... То есть, например, можем ли мы принять вот такой железной уверенностью следующий тезис, что если мы знаем, что значит воспринимать некоторое свойство, то мы тем самым, или, скажем так, всегда во всех тех же самых случаях знаем, что значит вспоминать это свойство. Или могут быть какие-то свойства, о которых мы... о восприятии которых мы можем знать, но при этом не знать об их воспоминании или наоборот. Это хороший вопрос. Тут нужно перебрать случай. Есть ли у тебя какой-нибудь готовый пример таких свойств? У меня вот еще такой вопрос возникает. Встречается ли у Пикока где-нибудь ссылки на Артура Данто? Ведь аргумент Рассела, что мир возник пять минут назад, Данто подробно критикует в аналитической философии истории. Пикок как-то зависит от позиции, от критики Данто? Или не зависит? Непонятно. В тексте у него... в самом тексте нет этих ссылок. Можно посмотреть в примечаниях. Я на них не всегда обращала внимание. Вот, если поискать по примечаниям к этой главе, вдруг есть, не знаю. Или в библиографии можно посмотреть, есть ли там ссылки на какие-нибудь работы Данто. Но я не смотрела. Ну и еще один момент. Соединяющий тезис и тождество свойств, они распространяются на будущее событие или нет? Ну вот, как я поняла, из последних абзацев, по-моему, в ГУЛЕ, то нет, будущее как-то совершенно иначе. Пикок считает необходимым объяснять. А как именно не говорит? Говорит, что по-другому. А хорошо бы было, если бы так же, если бы это распространить на будущее. Вот бы было классно, наверное. Ну, тут надо отдельную голову писать, наверное, про будущее. Еще на 60 страниц. Вот, например, свойства каких-то событий происходить одновременно. Понятно, что это не очень простое свойство, не очень очевидно, каким образом мы в нем убеждаемся, даже в настоящем, не говоря уже о прошлом. Но, как кажется, когда мы воспринимаем какие-то одновременные события в настоящем, то у нас не требуется никакой, скажем так, никакого позиционирования их на оси времени для того, чтобы сказать, что они одновременны. Мы просто их одновременно воспринимаем. А вот если какие-то события являются одновременными в прошлом, то мы судим об этом, исходя из того, что они находятся в общем, в определенном отношении с другими событиями, которые составляют временную последовательность. Но, может быть, и нет, я не знаю. А так, Аиш, какой вывод из этого должен? Как ты говорила? Ну, это я к тому, что если действительно мы согласимся с тем, что вот это свойство воспринимается и вспоминается по-разному, то тогда это может быть контрпримером к тезису «Тождество свойств». Хотя, может быть, и нет. Я пока не поняла. Мне кажется, все зависит от того, воспринимали ли мы в прошлом данные события как одновременные, точно так же, как ОТЭ описывала восприятие одновременных событий в настоящем. Если мы в настоящем нашего восприятия их одновременно достаточно, чтобы воспринять их как одновременные, вне зависимости или безотносительно к тому, как они соотносятся с другими событиями во времени, в каких они временных отношениях находятся с другими событиями, то и для прошлого нам этого не потребуется делать. Если только мы не вспоминаем какие-то другие события, которые мы как-то иначе воспринимали в прошлом как одновременно, мне кажется, что так. То есть вот мы восприняли какие-то события как одновременные сейчас, потом прошло время, и вот мы завтра вспоминаем о сегодняшнем дне, то мы вспомним как раз то, что мы восприняли. Отличий не будет, не должно быть, мне кажется. Мне кажется, тут все зависит от того, как мы будем понимать, что события одновременно происходят. То есть это отношение между этими событиями, или же это отношение между каждым отдельным событием и каким-то временем, которое оно происходит, и просто время совпадает у них. Но с другой стороны, тут можно, конечно, аргументировать, что совпадение по времени предполагает, что события какое-то один и события два, они называются одновременными, если они связаны с каким-то одним и тем же временным событием. И тогда можно говорить, что, конечно же, между событием один и этим временным событием есть какое-то отношение, между событием два и событием временным есть какое-то отношение. И вот благодаря этому отношению они одновременно происходят. Но пока мне не совсем ясно, как одновременно следует понять. Потому что если мы будем ее все-таки... То есть мы не будем говорить, что есть какие-то временные свойства, когда мы соотносим события 1 и события 2 с каким-то временем. То есть если нет вот этого отношения между событиями временными, то тогда получается, что мы можем просто сказать, что вот это вот два события произошли одновременно. Это означает, что событие первое произошло в момент времени, какое-то событие второе произошло в момент времени, и эти моменты времени одинаковые. То есть это просто сложная какая-то конструкция, которая сама по себе не будет свойством какого-то времени. Тут вот еще у меня возникла ассоциация с рассуждениями, которые Эпик как по поводу теории относительности предлагал, когда у нас несколько наблюдающих за одним и тем же событием из разных систем отсчета. Но это что-то уже совсем другое. А в историческом времени, в отличие от физического, все ужасно запутано? И говорить об одновременности как-то вообще проблематично? Тут у Пик каков все, получается, зависит именно от нашей способности запоминать. Ну и вот, соответственно, того, правильно ли работает наш когнитивный аппарат, когда мы запоминаем. Если он работает правильно, и мы что-то запомнили, то у нас есть более-менее надежное свидетельство для того, что какое-то положение дела обладало каким-то свойством. Вот все, что находится за пределами того, что нам дает наша способность запоминать, уже является сомнительным свидетельством. То есть, например, если мы обращаемся к каким-то документам, которые фиксируют чьи-то чужие воспоминания, мы тут уже можем вставить под вопрос, был ли когнитивный аппарат человека, зафиксировавшего то, что он наблюдал, какие-то положения делал правильно работающим или нет. Все снова упирается в понятие памяти, которое очень проблематично. Очень проблематично. Можно ли сказать, что основная функция памяти связана с воспроизведением прошлого? Вряд ли. Ну и восприятия настоящего, они не менее, нет, не более надежные свидетели, чем способность запоминать. Если верить Пикаку, то есть для него это способности примерно одного и того же порядка. Если мы можем верить восприятиям, то мы и памяти можем доверять. Я согласен, да. Восприятие и память, они одинаково и не надежны. И одинаково надежны. И может быть, они одно и то же. И может быть, настоящее, это ближайшее прошлое просто. Может быть. Все-таки не хватает будущего. Как бы было хорошо, если бы еще будущее присутствовало. Для будущего у нас памяти, к сожалению, нет. А зачем нам тогда вообще память? Для прошлого. По поводу одновременности еще я немного поясню свою мысль. Я понимаю, что значит сейчас у меня болит голова. И я понимаю, что значит сейчас за окном идет дождь. И память может давать мне некоторые свидетельства в пользу того, что вчера в какое-то время у меня одновременно болела голова и за окном шел дождь. Вот это вот одновременно здесь это не какое-то особое свойство прошлого или особое свойство этих конкретных событий. Потому что ощущение головной боли и дождь за окном, вероятнее всего, никак не связаны друг с другом. По меньшей мере, логически. Соответственно, но я могу говорить о том, что они происходили одновременно, потому что свидетельства моей памяти могут говорить о том, что они происходили в одно и то же время. Вот что я имел в виду. То есть, мне кажется, проблемы с объяснением одновременности каких-то событий с точки зрения принципа тоже десустройств нет. Ну, тем не менее, есть же и другой вариант, когда, например, мы вспоминаем, что у нас болела голова вчера и шел дождь вчера, но мы не уверены в том, одновременно ли эти события происходили или нет. Вот мы, например, вспоминаем, что у нас болела голова, мы в этот момент посмотрели на часы и было, скажем, 3 часа дня. И после этого мы, скажем, обращаемся к ретроспективной сводке погоды и выясняем, что дождь тоже шел в 3 часа дня. И говорим, ага, значит, это было одновременно. Но с настоящим временем такого быть не может. Если мы воспринимаем эти события, то есть если они происходят одновременно и мы их воспринимаем оба, то мы их воспринимаем как одновременно и непосредственно. Это мне напоминает примерно следующее. Вот мы в настоящем воспринимаем некоторые события А и некоторые события Б по отдельности. Но не воспринимаем как бы конъюнкцию этих событий как конъюнкцию. А вот потом, когда проходит время, эти события становятся прошлыми, мы рассуждаем об этих событиях и вдруг делаем как бы дедуктивное умозаключение о том, что эти события происходили одновременно. То есть мы как бы сводим конъюнкции, которые мы знали по отдельности, в одну конъюнкцию, но только уже спустя какое-то время. Вот, мне кажется, тут интересная аналогия, можно на ней порассуждать, какая тут разница. То есть мы как бы переходим из одного, ну, из мира, ну, как бы в модели, из одного мира в другой. Ну, то есть вот у... Если я правильно понимаю, возражение Ани заключается в том, что у нас просто обоснования разные. В одном случае мы вспоминаем, что в три часа дня мы испытывали головную боль вчера, а в другом случае мы имеем другое свидетельство другого рода. Да, именно так. Но ведь все равно вот это вот... То, что вчера в три часа дня шел дождь, это одно свойство. То, что вчера в три часа дня я испытывал головную боль, это другое свойство и, соответственно, разные события. И сейчас, я, если сейчас в три часа дня испытываю головную боль, это тоже одно свойство, но такое же, как моя головная боль в три часа дня вчера. И, соответственно, если идет дождь сейчас в три часа дня, то это то же самое свойство, что и вчера в три часа дня шел дождь. Но между собой, тем не менее, в настоящем эти свойства не связано. Да, но второпорядковое свойство быть одновременными, или как, не второпорядковое свойство, а свойство этих двух событий, быть одновременными вчера и сегодня, имеют разные обоснования и, соответственно, не очевидно, почему мы должны считать, что это одно и то же свойство. Не знаю, мне кажется, это одно и то же свойство, которое мы просто восприняли по-разному. Ну да, мне вот тоже кажется, что не зависит от того, каким образом мы к знанию этого свойства приходим, свойство все равно тем же самым останется, ну, по крайней мере, в рамках реалистской точки зрения. Ну, может быть и так. Я же не говорю о том, что это аргумент против реализма, я говорю о том, что подобные примеры остаются с точки зрения реализма недообъясненными. То есть, вот в этом месте, именно в эпистемологии, у реализма есть некоторые пробелы. Ну да, но у реализма как раз именно в эпистемологии всегда пробелы случаются. С метафизикой-то как-то в реализме проблем-то нет. Мне кажется, это у эпистемологии проблемы, не у реализма. С точки зрения реализма свойства А и свойства Б, имеющие место одновременно, это то же самое свойство, что конъюнкция А и Б. А вот с точки зрения эпистемологии это уже не одно и то же свойство, потому что мы как-то по-разному получаем эти свойства. То есть, в первом случае, когда мы знаем, что А и знаем, что Б, мы знаем это эмпирически, чисто эмпирически. А во втором случае мы знаем конъюнкцию А и Б на основании дедуктивных умозаключений. Да. Вот с точки зрения эпистемологии это что-то получено разным путем. А с точки зрения антологии это все одно и то же. Не знаю, Мне кажется, с точки зрения онтологии, я согласен с этой точкой зрения, но я только не согласен с тем, что с точки зрения онтологии это все одно и то же. Потому что я не думаю, что с точки зрения онтологии мы готовы допустить, что существуют какие-то конъюнкции событий или еще что-нибудь в этом роде. То есть чисто с точки зрения онтологии существует событие А и существует событие Б. а вот конъюнкция будет существовать только уже с точки зрения нашего знания об этом в таком случае конъюнкция двух событий должна предшествовать каждому из этих событий ну почему же наоборот вот мы сначала в окно смотрим видим что там дождь идет потом задумываемся о своей головной боли знаем что у нас головная боль а потом мы делаем вывод что одновременно идет дождь и я испытываю головной боль но конъюнкции в мире на самом деле нету ощущение головной боли восприятие дождя даются одновременно а потом мы выделяем отдельно головную боль и отдельно дождь ну по-разному наверное бывает да вот не очень очевидно как в этом случае проводить границы между событиями вот человек шел-шел потом споткнулся и коленку разбил это сколько событий одно два или три но видимо зависит от того какие цели анализа у нас не наоборот кажется что в мире есть конъюнкция мы не знаем что-то конъюнкция имеет место знаем только конъюнкты по отдельности а потом другой момент времени конъюнкция остается но мы просто узнаем что это была конъюнкция то есть мы совершили какой-то вывод седуктивный то есть с точки зрения антологии у нас и там и там конъюнкция с точки зрения эпистемологии у нас в одном месте два независимых конъюнкта в другом месте конъюнкция сама по себе вот а конъюнкция это конкретный объект или абстрактный я не знаю это какая-то просто метафора для одновременных двух положений дел дело в том что если конъюнкция это конкретный объект то это значит что у нас существуют два конкретных объекта как конкретные положения дел там головная боль и дождь и в это же самое время в этом же самом месте существует их конъюнкция как конкретный объект это немного странно если конюнкция абстрактный объект тогда нам надо определить принцип с помощью которого мы ее получаем из конкретных объектов в данном случае положение дел но тут сложно мне кажется что положение дел можно рассматривать то есть несколько положений дел слепленных в одно положение дел особенно когда они одновременно можно свободно слепливать в одно положение ну это мое интуитивное представление то есть не меняя статус этого объекта если он был конкретным он остается конкретным если мы рассматриваем его как слепленный объект то есть это какая-то мереологическая сумма мне кажется что мы можем так рассматривать с другой стороны мы можем рассматривать их как отдельные объекты которые мы соединили в уже в рамках некоторого абстрактного объекта как у нас предметы могут соединяться в множество предметов конкретные объекты а множество элементами которые являются эти объекты это уже абстрактный объект тут просто нужно выбрать между этими двумя концепциями в зависимости от того насколько они нам помогают или наоборот вредят ну вот если кстати вернуться к событию когда человек упал и сломал ногу например да там или что там сломал то во всяком случае мы всегда можем провести анализ в соответствии с причинно-следственными отношениями но человек ведь сломал ногу не просто так он сломал потому что упал соответственно было сначала событие падения потом уже было падение события перелома руки или ноги там соответственно для разных событий падение не обязательно приводит к перелому ну конечно но мы в какой-то конкретный случай рассматриваем конечно там причин должно быть больше да то есть не только не только то что человек упал там еще какие-то должны быть причины ну например у него вот и в этот момент времени там не знаю количество кальция в организме было маленьким и кости были хрупкими поэтому сломал но если было не падал то никого перелом бы не было хорошо а вот когда он предшествующие предшествующий ход событий который состоял в том что он вот шел и потом упал это тоже два события или одно но наверное поскольку можно просто ходить можно падать бегая например да а можно ходить и не падать то тогда вероятнее всего это разные события в какой момент граница между ними расположена ну видимо можно сформулировать какие-то критерии ну типа не знаю там критерии тождества для этих событий вот что значит то есть какие критерии будут определять что разные падения это вот все падение и вы и критерии которые будут определять что значит разные хождение это это хождение ну и соответственно некоторые хождения приводят к падению а некоторые не приводят и или там не знаю некоторые падения связаны с хождениями а некоторые нет можно просто сидеть на стуле и упасть не надо для этого ходить соответственно у нас разные разные критерии для классификации появляются то есть разные наборы свойств да вот у падений и ухождений вот если в этой терминологии ну то есть получается мы как бы говорим что хождение это перемещение в пространстве ну условно говоря дальше падение это тоже перемещение в пространстве после этого мы задаем вопрос а вот перемещение в пространстве методом хождения и перемещение в пространстве методом падения всегда совпадают или нет и оказывается что не всегда но значит это разные события если мы как мы хождение по индивидуируем вдруг мы не можем индивидуруем индивидуировать процесс хождения вот мы как первый раз пошли когда-то в детстве как мы последний раз упали перед смертью нас это все было одно хождение которое завершилось падением вдруг вдруг так ну да у нас разные цели анализа конечно могут быть да но мне кажется если мы пытаемся проанализировать вот это вот событие какой-то или набор событий когда человек шел шел вдруг упал и сломал ногу себя вот что здесь произошло одно событие или несколько разных да если у нас задача именно вот это выяснить тогда мы должны достаточно как это fine-grained анализ провести для того чтобы хождением было все-таки какие-то отдельные случаи они хождение от начала и до самого конца жизни когда мы можем например индивидуировать хождение как процесс хождения который завершился падением тогда у нас количество хождений количество падений будет всегда совпадать потому что мы выделяем одно хождение как процесс хождения который завершается падением вот на самом деле ну хорошо но тем не менее у нас мне кажется здесь опять все равно зависит от анализа вот до этого момента вот сейчас я на стуле сижу но я на стул не падал ну я на него просто сел а перед этим я ходил то есть это хождение не закончилось падением нет твое хождение не закончилось сожжание на стул оно закончилось падением со стул вот так же можно проанализировать чисто теоретически но я со стула не падал ну значит и хождение твое не закончилось а вот когда ты упадешь тогда твой непрерывный процесс хождения закончится ну это глупо да я понимаю очень странный анализ он не соответствует просто целям которые у нас стоят мы должны правильно ответить на вопрос разные события или одинаковые то есть сколько там событий когда человек шел упал и сломал ногу себе для того чтобы все эти случаи ну то есть мы не один как какой-то случай да рассматриваем вообще вот экстенсионально подходим если мы вот так вот собираемся отдать анализ действительно корректный то нам придется по-другому границы провести вот если мы рассмотрим два сценария один из них реальный а другой контрафактический вот человек шел по той же самой дороге тем же самым образом переставлял ноги все было точно так же но в контрфактическом сценарии ему допустим не попался камень под ногой и он не споткнулся и вот значит получается что события начиналось одинаково но закончилась по-разному и если мы говорим что опять же в реальном и контрфактическом сценарии это разные события тогда они разные самого начала то есть человек уже вставая со стула и отправляясь в путь он уже в двух сценариях как бы делал разные вещи несмотря на то что еще не произошло этого события которое эти два сценария различает а если мы говорим что это одно и то же событие просто значит в реальном сценарии она закончилась так а в другом иначе то непонятно как это понимать я думаю что если мы изначально даже ставим вопрос таким образом что вот есть актуальный мир есть контрфактический ну или какой-то возможный мир то события там явно будут разными и тут еще зависит от того как мы вообще возможные миры будем понимать да и у пика как кстати в предыдущей главе про это тоже шла речь в частности если мы понимаем как модальные реалисты в духе льюиса то это один вариант тогда у нас действительно свойства могут быть тождественными а если мы понимаем что возможные миры это какие-то конструкции из предложений которые представляют собой возможные последовательные описание положение дел тогда тут вообще ни о каком тождестве речи быть не может это совершенно разное там вообще событий никаких нет потому что множество не содержит события вот концепция если это раз два разных времени например вчера он пошел точно так же и все закончилось хорошо он пришел туда куда хотел а сегодня он опять же точно так же пошел ну я не знаю может быть он проводит эксперимент и вот прям специально в точности все повторяет но сегодня кто-то без его ведома бросил ему значит на путь камень и он упал видимо здесь тоже есть события сегодня события вчера события позавчера и так далее там подобное и и эти события представляют собой некоторые сложные конструкции описательные скорее всего потому что мне кажется все же не следует объединение там событий экстраполировать на антологию то есть они объединяются скорее в эпистемологическом плане или даже нет в эпистемическом плане они объединяются а вот в антолог в антологическом это все отдельные какие-то сущности но естественно описание будет зависит от того какие цели мы ставим вот то есть мы ставим цели различать их нам достаточно такой тонкий анализ нужен детальный тогда мы разрабатываем критерии для этого развлечения если у нас задач нет ну тогда мы не будем различать так в таком случае если они могут быть отошдествлены только в эпистемологическом плане тогда я возвращаюсь к своему первоначальному вопросу тогда что у нас является тождеством в антологическом плане то есть мы мы должны каким-то образом провести границу между антологически одним событием и антологически разными у нас в одно и то же время в одном и том же регионе пространства происходит миллион разных вещей там какие-то муравьи ползают солнце светит и если мы говорим что эпистемологические критерии у нас зависят от цели исследования антологические критерии какие-то другие тогда какие ну мне больше всего здесь симпатично конечно какой-нибудь какая-нибудь концепция логического томизма вот пусть в мире будет отдельные атомы событий самых-самых маленьких вот и все потом в языке мы уже дальше объединим эти события эти атомы событий то что нам надо нам кажется что есть ноги что есть переломы а на самом деле есть только атомы пустота можно и так сказать но только логический атом ну да атомизм очень даже рациональный он позволяет нам компактно и емко организовать все наши изменения я не спорю при этом вот эта вот концепция она не предполагает что мир на самом деле так устроен может быть на самом деле он представляет собой какое-то гигельянское единое целое ну просто вот у нас теории таковы что мы можем его на атомы разделить вот и все или другими словами антология здесь понимается не как какая-то истина в последней инстанции а как вполне себе кванианская конструкция которая зависит от теории может быть гигель и прав но кому это нафиг надо если звезды зажигают значит это кому-нибудь нужно боюсь нет если гигель зажигает значит это кому-нибудь нужно видимо хотя бы гигелю гигель в прошлом и никто из нас его не помнит а значит у нас нет возможности с уверенностью о нем мы какую-то имеем конечно конструкцию в отношении гигеля для того чтобы читать что-то нужно иметь глаза или по крайней мере один глаз или по крайней мере в то время когда мы что-то это читаем у нас должен быть по крайней мере один глаз все взаимосвязано дмитрий владимирович я не соглашусь можно и без глаз читать ну да айсбука и брайля там всякие вот эти вот пальцы нужны хотя бы один сейчас мы воплотили дух гигеля в свои размышления да ну понятно что для того чтобы испечь пирог нужно не только муку взять там яйца какие-то не знаю сахар еще что-нибудь да ну нужно конечно и форму иметь и духовку а для духовки и газ нужен или электричество а может и то и другое и ну и соответственно так далее там и ноги должны быть не сломанными да и пальцы нужны чтобы все это как-то замесить и поставить ну или роботы которые будут это делать ну что ж мне кажется что мы уже слишком далеко вместе с гигелем отправились куда-то в место где бытие встречается с небытием и вместе и они занимаются становлением пирога в итоге вот если у кого-то еще может быть вопрос есть или соображения по делу если нет то наверное нам уже стоит закончить спасибо вики за подробный доклад спасибо всем за интересное обсуждение до свидания всем спасибо до свидания до свидания